там было два доктора один который именно по кисти то есть оперирует а второй тот который колени там оперирует такой но он тоже присутствовал и присутствовал наш Андрей Саныч и изначально мы ехали то есть меня везли в кресле говорят я спрашиваю сколько будет операция длится там он говорит ну час у тебя там один палец только ну плохой час так часто потом когда то есть уже вышел с наркоза мне сказали что операция была три с половиной часа конечно для меня это был немного такой стресс я думал что если честно что мне сделать операцию я уже ну допустим послезавтра уже полечу команде и смогу то есть нормально в лангете тренироваться ну думал так а потом когда сказали что настолько серьезная операция для меня если честно то я когда даже сломал пальцы я приехал в запорожье в больницу мне сразу но начал щупать доктор то есть говорит у тебя может быть только трещина какая-то в пальце а два пальца то есть нормально а потом когда сделал снимок сказал что у тебя со смещением там еще какие-то осколки то есть говорит что лучше сделать операцию меня вообще расстроился непривычно было поехать просто на сборы просто там делать беговую работу то есть тренажерный зал в группу нельзя было поскольку поскольку ну там гипс был и целью чтобы не нанести травму там допустим ну товарищем своим поэтому сказали что пока не оденешь лангет то есть в группу нельзя тебе как касается со стороны то есть для меня это было в первый раз то есть поехать на сборы вроде как будто и и в команде да в одно время дроз ну как будто ты как отдельная то есть ну там не в команде рубая у меня был там свой распорядок дня то есть свои тренировки допустим если у ребят сегодня там игра то у меня там две тренировки то есть непривычно я говорю теперь я понимаю то есть не завидую тем людям у которых действительно там восстанавливается по полгода там и и больше даже да то есть конечно хочется чтобы травмы обходили стороной ну я хотел то есть как бы поиграть просто футбол для поддержания формы тоже для этого но понимаю что то есть вся ответственность лежит на мне теперь впредь не буду играть футбол то есть в отпуске это уже точно буду просто бегать как как написано в программе понятно что я не смог бы даже на первую груз играть минут 70 точно не смог потому что изначально было ну тяжело я даже тайм играл то тяжело было и тренироваться было тяжело то есть вроде делаешь там у нас с утра станции там какие-то тут ну действительно чувствую что тяжело что тебя не хватает что одно дело когда ты бегаешь допустим набегиваешь определенный километраж без мяча без каких-то либо контактов там без этого это одна работа когда ты уже играешь ну играешь хотя бы там то это совсем другая работа плюс то есть от нас позиции наши требуют чтобы мы интенсивно постоянно двигались передвигались поэтому конечно тяжело было и первая игра очень тяжело отдалась и тем более соперник такой который непростой был ну очень компактно действовал это такая чехия не сильно и всегда то есть ну тяжело было потом уже с каждым днем то есть становится все легче легче то есть привыкаешь уже сейчас более менее нормально чуть-чуть не ну не до настроились и если так посмотреть даже по всем там данным там статистическим то есть проиграли в основном только первые 10-15 минут в остальном полностью переиграли тут только не получилось единственное что забить малаги так можно если даже смотреть по цифрам то победный матч с с анголой с бенефикой то есть он был хуже по цифрам чем игра проект 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 проигран проигрышная игра сам поэтому ну хороший спарринг просто если не получается выиграть это всегда неприятно даже даже если ты играешь на сборах если вы спрашиваете за меня то я думаю что процентов на 80 готов ну мне удобнее набирать так то есть через матчи там даже через через плохие матчи то есть через хороший не неважно ты набираешь форму то есть вкатываешься в этот ринг по чуть-чуть и так вот для меня лично так удобнее ну как особо не такого чтобы прям праздничного ничего не было то есть вообще по большому счету это андрей андрей армаленко посмотрел говорит посмотри у них на ближний штаны никого нету и увидел что я стоял на подборе как бы говорит бери на ближний и побежали мы уже так разыгрывали как-то штрафные угловые именно то есть были такие уже розыгрыши и получилось забить то есть попал по мячу забил ну изначально то что я могу сказать что там был фото с самого начала то что там денис был первый на мяче его сзади толкали то есть был фол того что самые примечательные события были в первом то мне кажется это из-за того что было еще более-менее нормальная погода то есть во втором тайме вообще шел проливную дождь и там вообще было мне кажется не до футбола на этих сборах как часто вы в мыслях в теории возвращаетесь к теме манчестер сити вот какая работа если ведется то уже непосредственно к этому матчу дойдет то есть и видно на поле то что сейчас мы там больше упор делаем допустим там игре в один в один три в два то есть именно такие ну короткие участки на коротких участок для того чтобы там защитникам лучше как бы нейтрализовать индивидуальные способности даты атакующих футболистов а для атакующих лучше то что касается как часто мы разговариваем то есть постоянно на каждой теории то есть нам постоянно но собираемся через день до в теоретических зале и постоянно нам напоминают сильных сторонах манчестер сити слабых сторонах то есть что мы если мы будем единой команды то есть единым коллективом то мы сможем противостоять то что манчестер сити вот выиграл только один матч из десяти у команд топ-8 английской премьер-лиги на статистику ну мне кажется это не то статистика на которые нужно обращать внимание то есть чемпионат англии особенно там для команда играет лиги чемпионов и ты другой уровень то есть другой престиж то есть мне кажется на две игры можно собрать но это как грубо говоря кубок да начался душит виноват на две игры можно собраться не не смотря на статистику Продолжение следует...